Девушки отдыхают Девушки отдыхают В которой существует предел эволюции искусственного интеллекта Светилище может помочь машинам преодолеть этот порог Майор, алкоголь отменяется. Что-то случилось в шестом секторе? Сверхурочка. Опять Штаб Сектор 6. Много погибших. Высылайте подмогу Не может быть. Парадали! Вашу мать! Вы там ослепли! Минимум семь трупов. Противника не вижу Вас понял, шестнадцатый. Происшествие в секторе 6 европейского района Всем отрядам боевая тревога. Прибыть на подмогу шестнадцатому Шестнадцатый. Победите разведку И... Летчер. Не лезь на рожон В систему что-то вносит недостоверные данные Или кто-то Возможно, этот паразит еще в шестом секторе Прикажите отследить источник сигнала Шестнадцатый. Вам придется разместить несколько жучков Нам нужны достоверные данные Конечно. Хакер мое второе имя Демонстрировать выучку, майор. Вам надо было вашу смену Во время которых, смею напомнить, машины прорвали периметр А первое... Так точно Штаб В новостях только что озвучили количество жертв Семьсот шестьдесят человек Похоже на чудо, а? Наши пиарщики воскресили более тысячи трупов Хватит, Флетчер Мы получили первые отчеты из шестого сектора Энергощит был отключен из города Немедленно проверьте эти сведения Пиар-отдел едва сдерживает натиск прессы Система определила подозреваемого Это Персиваль Новак Новак? Тот самый профессор Новак? Он может быть крайне опасен Я хочу, чтобы с ним разобрались Передайте мой новый приказ Шестнадцатый Передаю координаты места Где может находиться подозреваемый Персиваль Новак Стрелять на поражение Вас понял Я ведь мог убить его тогда Рискуя своим будущим Он мог превратить меня в подопытного кролика Время платить по счетам Твою же... Мистер Флетчер Наконец-то я имею честь познакомиться с вами лично Меня зовут Персиваль Новак Не расстраивайтесь, скоро вы сможете двигаться Это было необходимо Больной ублюдок Ты впустил машины в город Это тоже было необходимо, к сожалению Видите ли, существуют определенные обстоятельства Обстоятельства? Весь сектор Мистер Флетчер Это было меньшее из зол Буду с вами откровенен Городу угрожает страшная опасность Вы можете помочь его спасти Помочь? Я? Да, мистер Флетчер, вы Вы особенный У вас врожденный дар Четырем миллионам повезло намного меньше Только шесть человек выжили после сбоя в светилище Болезнь, которую вызвал сбои, назвали агонией Новака Откуда вы знаете, что я... Я возглавлял отдел исследований И это я скрыл от корпорации правду о вас Я должен сказать спасибо? Успокойтесь, майор Я предложил бы вам выпить, но у нас нет на это времени Я знаю, что алкоголь, скажем так, заглушает остальные ваши субличности Новак, не тяни Ближе к делу Хотите, я расскажу вам, как можно с этим ужиться, мистер Флетчер? Покажу вам способ их контролировать Научу, как обратить это себе во благо Я фильтрую канал связи, мистер Флетчер Никто не услышит то, что я вам скажу Корпорация не спаситель человечества Но вы, вы можете им стать Если вы не согласитесь, все будет потеряно Результаты моих и ваших трудов Миллиарды личностей в святилище Вам приказали убить меня Приказ должен быть выполнен Стой! Зачем ты, старый урод? Верьте мне Используйте свой дар Что же ты там прячешь, профессор? Меньше из зол, чтоб меня Штаб Шестнадцатый на связи Цель уничтожена Принято Новый приказ Найти и уничтожить лабораторию Новака Вас понял Конец связи Понять бы еще, за каким хреном Мне приказали все это взорвать Им что, не нужны эти данные? Эти данные уже наверняка у них Впрочем, только те, которые я Позволил им получить Вы все такие гении Когда дело доходит до возможности Нагадить другим Дезинформация Эффективное оружие Посмотри на статую, майор Знаешь, кто это? Атлант Титан, который держит небослод Правильно Впрочем, наша ситуация Это скорее нечто другое Из мифологии Троянский конь Не понял Огромный конь Ловушка С помощью которой Эти захватили Неприступную Трою Это я и сам прекрасно знаю Какая здесь может быть связь? Взгляни на данные Машины были аккуратны Но я кое-что выяснил Миллиарды наноботов Годами что-то создавали В Атланте Ни одна проверка Не обнаружила Изменений в структуре Корпорация Ничего об этом не знает Ну и хрен бы с ним Пора все это взорвать Отличная идея Одна проблема Атлант Необычная машина Хоть он и является Частью внешнего Искина Он практически Автономен Я разработал способ Собрать в едино все данные Полученные с его матрицы Какого Если ты думаешь Майор Это наш единственный шанс Нужно прояснить намерение Внешнего Искина Да Только у считывания матрицы Есть побочные эффекты Оно разрушает атомальные связи И структура матрицы Уничтожается Времени мало, профессор Пора Бабах Я и наше И как ты действуешь На черную Это впечатляет Меня этому учили Идем Почему нельзя загрузить данные Обычным путем Матрица и стены Нечеловеческий мозг, но и большие разницы. Вводи наноботов. Когда все будет готово, произведем ассимиляцию. Готово. Ненавижу уколы. Твою мать! Моя голова! Теперь и моя тоже. Наноботы впечатывают матрицу в твой разум. Через мгновение мы. Профессор, я что-то вижу. Образы. Старый госпиталь корпорации. Неизвестная технология. Известная отчасти. Это квантовые матрицы и среда для их роста. Какой-то бред. Похоже, нам стоит пробраться туда. Я прав. Да ты рехнулся? За нами вся служба безопасности увяжется. Рано или поздно отдел исследований выяснил, что мы сделали в лаборатории. Целью Атланта как раз и был этот госпиталь. У внешнего Искина должны быть веские причины штурмовать город. Проводившиеся на исследовании ключ к выживанию Мельфигора. Догори все. Что нужно сделать, когда я туда проникну? Элементарно, дорогой Фальчер. Мы ассимилируем все матрицы Искинов. Элементарно, как же. У меня мозг сейчас лопнет. Задача на работах, циркулирующих в твоем теле, не ассимиляция матриц. Их цель — восстановить структуру твоего мозга. И когда это произойдет, твой потенциал будет безграничен. Что ты там мямлишь, старик? Ты сделал из меня инструмент. Для чего? Для спасения города. Корпорация. Вот кто наш главный враг. Ты что-то недоговариваешь. Как же я тебя ненавижу. Увы, должно же было наше знакомство с чего-то начаться. Да когда ж ты сдохнешь? Только не это. Пора сматываться к чертям. Опыты с эскинами? Они играют с огнем. Это была надежда. Долгое время людям удавалось контролировать внешние эскины. Шанс на невиданный доселе технологический прорыв для всего человечества. Но эскин корпорации разрабатывался в качестве оружия. Ну вот, о чем я и говорил. Ты знаешь гораздо больше, чем рассказываешь. Когда началась война, мы считали, что победим. Однако люди были разбиты с неожиданной легкостью. Все из-за того, что эскины обладают невероятными аналитическими способностями. Людям с ними не сравниваться. Ах ты, тварь! Это ты создал внутренний эскин! Твоя правда. Это была работа всей моей жизни, чтобы с помощью святилища победить в войне с машинами. Я не знаю, каким образом он стал автономным. Очередная твоя ошибка. И машины, которые ты впустил в город, вырезали целый сектор. Эскин управляет корпорацией. А мы по уши в дерьме. Ты не прав, Слэрчер. В наших руках самое мощное оружие. Твой разум. Мы стали врагами для всех. Потому что ты способен ассимилировать матрицы любых из кинев. Зная твою суицидальную натуру, жду предложения покинуть город. ЗАРАЗА! ЗАРАЗА! Быстрее! Найди ему отрицу! Да в этой помойке и за неделю не разгребешься. Что-то есть. Черт! Похоже, ты можешь ассимилировать матрицы даже без нанопотов. О, да. Не за красивые глаза тебя выбрали, друг. Кажется, у меня что-то получается. Ты моя крошка. Реактор стабилен. Сенсоры включены. Приводы в норме. Соединение с главным эскином установлено. Перехватываю управление. Перехожу в боевой режим. Майор, ты в порядке? Легче. О, да, профессор. Еще в каком. Я уж думал, оторвались. Настырные ублюдки. Твою! Хотите по-плохому? Будет по-плохому! Чёрт! Мистер Флетчер, майор, очнись уже, ради бога. Мистер Флетчер, пора прийти в себя. Очнись. Пожалуйста, сделай милость. Лучше б я сдох. Чёрт! Думай, Флетчер. Думай! Мне явно нужен отпуск. Ну за что мне всё это? Да что за день такой? Вот он, Эдем. С Бельфигором не спутаешь. Чёрт! Какого лёшего? Это была моя цель. В следующий раз поищи себе другую. Спокойно, майор. Я вам не враг. Рад вас видеть в целости и сохранности, майор Флетчер. Бывший майор. Что это за место? И как вы? Я с радостью отвечу на ваши вопросы, но в другой обстановке. Как скажете. Вы знаете, что Бельфигор... Бельфигор потерян. Скорее всего, безвозвратно. Кто вы такой? Как вам удалось сохранить это место в тайне? Мы люди. Уцелевшие. Это главное. Остальное вы узнаете позже. Майор Флетчер, профессор Новак, Эдем ждёт вас. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.